Посмотрите, вот эта середняя часть, она почему-то сместилась. То есть, эта вот середняя часть, она должна, где была, вот так пришита. Методисты дома ремёсел Салтинского района изучают элементы традиционных костюмов калмезов. Так называли удмуртов, проживавшие в бассейне реки Кельмесь. У них был свой диалект, традиции, обычаи и костюмы. Это красное яркое платье Галине Булдаковой досталось от родственницы. Та ей рассказывала, что наряд случайно уцелел во время большого пожара. Бежит и видит, между это пожар идёт, и между половицами, говорит, что-то светится, красное такое бордовое. Она, говорит, взяла вот это и под подол, говорит, спрятала и пошла дальше. А оказалось, говорит, это платье. Всего методисты дома ремёсел смогли забрать во время этнографических экспедиций порядка десяти нарядов калмезских удмуртов. По ним здесь планируют отшить костюмы для своего местного фольклорного ансамбля. Старинные образцы платьев, которые характерны как бы конец 19-го, начало 20-го века. Видно, что они по-своему украшены, имеют такую вот как бы окраску. По подолу такая вот идёт сама по себе складочка. Очень интересная. Этнографическая экспедиция – это часть большого проекта «Этно-телега». Он реализуется на средства президентского гранта. В планах местных краеведов собрать и обобщить сохранившийся фольклорный материал калмезских удмуртов. В планах авторов проекта – создание аудио- и видеосборников с записями песенного творчества калмезских удмуртов, издание книги с рецептами национальной кухни. Мы покупаем звукозаписывающую хорошую аппаратуру, записываем аудиопесен. Десять песен мы записываем. Пять из них находим самые такие интересные и делаем уже видеоклип. То есть вот костюмы, которые будут уже шиты, приготовлены, изготовлены костюмы. В этих костюмах коллектив, тоже Сюрмашурский коллектив, и мы уже делаем клип. Итогом проекта станет создание интерактивной экспозиции и фильма, рассказывающей о жизни калмезских удмуртов. Оксана Худякова, Вероника Ваулина, Илья Дериндяев. Новости. Вот вам принадлежать количество.